Сейчас фасад Дворца культуры имени Литвинова спрятан за металлическим забором. К тому времени, когда прохожие снова его увидят, он уже преобразится. Весь облицовочный гранит поменяют на новый. А по бокам здания все плиты отреставрируют и дополнительно усилят не только бетонным раствором, но и железным креплением. Там далее в тепличных условиях, так как там зима, сейчас мы влаженную температуру поддерживаем, производится непосредственно реставрация. Сейчас это вот именно наглядно видно, как все исполняется, что все достаточно надежно, надзор регулярно на объекте все инспектирует. Работы по реставрации Дворца ведут комплексно. Альпинисты работают на крыше, ремонтируя стропильную систему кровли. Внутри специалисты выполняют демонтаж старых покрытий, стен и пола, а также подготовку к ремонту инженерных систем здания. Особое внимание к охраняемым архитектурным предметам. Во дворце множество уникальных люстр, дверей, росписи на потолках и мозаичных панно на стенах. Их отреставрируют, сохранив особый шарм помещения. По реставрации живописи, мозаичного панно, это будут специалисты из Москвы и Владимира. Все аттестованные реставраторы первых категорий. Работы эти предусмотрены на весну. На каком этапе сейчас работы проверила глава Самары Елена Лапушкина. Она осмотрела внутренние помещения и провела выездное совещание с представителями профильных департаментов, руководства дворца и подрядной организации. На котором обсудили план график выполнения работ, а также вопросы, касающиеся проекта реставрации. Есть у нас определенные вопросы. Есть вопросы по проекту, по качеству подготовки проекта. Убеждена, что мы эти вопросы все будем в рабочем порядке закрывать. Задача стоит в 2022 году уже сдать этот объект, чтобы он в полную мощность и уже отреставрированный, красивый принимал здесь гостей. Менее чем через два года посетителей Дворца культуры ждет три больших зала. Концертный на 800 мест, театральный на 300 мест и конференц-зал на 270 мест. Для каждого зала предусмотрены отдельный гардероб, буфет и гримерные. Откроются новые танцевальные и вокальные классы, большой спортивный зал, студия звукозаписи, библиотека и многое другое. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Константин Головин. События.